Волгоградская библиотека На литературный диктант зарегистрировано 75 человек, что сравнительно больше, чем в том году. Проверить свои знания литературы от классики до современности может любой желающий. Всего предстоит ответить на 20 вопросов. Большая часть вопросов представлена в тестовом формате. Однако выбрать ответ на угад не получится. Нужно быть твердо уверенным в том, как звали Чацкого из бессмертной комедии Грибоедова «Горе от ума». Кто написал роман «Рожденные бурей»? Кому принадлежит приведенная реплика из пьесы Чехова «Вишневый сад»? Вопросы с развернутым ответом также требуют знания не только школьной программы. К слову, для школьников этот диктант – отличная возможность проверить себя в преддверии экзаменов. Узнала о диктанте вообще от нашей учительницы по русскому языку и литературе. И решила поучаствовать, проверить свои знания как раз-таки перед ЕГЭ. И просто понять, что можно узнать, может, какие-то новые произведения, которые я могу прочитать. Надеюсь, что получится, потому что много произведений мы проходим и на уроках литературы. И много узнаем. И я надеюсь, что это мне поможет. Участники диктанта отмечают, подобные акции – это отличная возможность не просто проверить свои знания, но и открыть для себя новые произведения и новых авторов. Ну, это, безусловно, важно, потому что нужно уделять очень много времени чтению, так как, наверное, в литературе показано очень много важных проблем, острых каких-то тем. И их чтение как-то заставляет нас посмотреть на них с другой стороны. И поэтому, особенно молодому поколению, очень нужно их читать, чтобы становиться настоящим человеком. Узнать правильные ответы и свои баллы участники диктанта смогут на сайте библиотеки. Добавим, 7 октября в 12 часов в Горьковке состоится еще одна просветительская акция – исторический кроссворд. Зарегистрироваться на него можно на сайте библиотеки. Ксения Голоскова, Мария Шабанова, телеканал «Волгоград-1». Субтитры создавал DimaTorzok